Чтобы в этой жизни вы не делали, вы подыхаете, вы все подыхаете, подохните, ты трупы, ты трупы, ты все вы трупы. Он, в общем-то, интересный. Базара нету, что идешь, ни черта не видно. Ну, такое уже было в первой части, но не все играли в первую, многие играли сразу в вторую. Вот, но когда играешь уже не первый раз на этом... Бляха, муха. Не первый раз играешь на этом уровне, а проходишь там на новой игре плюс, там, еще что. То есть этот уровень начинает вызывать, как сказать, ну не раздражение, но идти сюда не хочется вообще, потому что ничего не видно, все. Долго. Мутки эти с факелом, то, что когда выходят эти огромные собаки местные, приходится... Ну, нужен щит. Что это такое, фундук? Нет, чемодан-щит. То есть начинаешь брать щит, тут эти статуи с ядом, это все просто, не знаю, очень-очень раздражает и мало кому нравится. Ну, по крайней мере, из тех людей, с кем я обсуждал, никто особо в восторге не был. А что это там за квадратная дымная дверь внизу? Что-то новое добавили. И как мне, мать вашу, отсюда выбраться теперь обратно-то? Я никаких лестниц... А, вон, вниз. Конечно же. Стоит же чувак с факелом. Он тут что, сатану призывал? А-а-а! Пометили, пометили. Место, где лежат доспехи Хавила. Опять факел. Пославь солнце. Многие люди пишут мне в комментах, пытаясь помочь, про где какие мобы нападут, где что. По сути, это, конечно, спойлеры. И вдобавок ко всему, я все-таки не первый раз, и не второй, и даже не третий здесь прохожу. Поэтому, не знаю, с сомнительной необходимостью подсказки, скажем так. Ну, теперь, наверное, надо принести жертву кровавую. Ну, вот она лежит. Но в нем, к сожалению, кровь давно в песок превратилась. Потому что он, как Ленин в Мавзолее, высохший и вялый. Хоть хомяка какого-нибудь распять, что ли. А, во, начинается. Начинаются эти плюющиеся, долбанные, сука, боссанные, боссы, богом, блять, обосранные, ядовитые статуи. И ключ этот, в чьей жопе он находится, я даже не помню. По-моему, он даже не в гниющем, а хер знает в ком вообще. Если до сих пор не открылись двери у забытой грешницы, а я всех боссов перебил в той локации, то даже представить боюсь, кого надо ухлопать здесь. Плюс вот этих вот факельных мест, я смотрю, они добавили. То есть теперь картинка, то есть помойка будет подсвечена намного лучше, чем раньше. Из минусов, что статуи сделаны, сука, из камня, и кувырком они не разбиваются, а ударами об камень мой меч быстро приходит просто в тупую негодность. И это немножко печалит, конечно. И как будто этого мало, вот в этих вот кувшинах, похожих на оторванные яйца, в них еще и кислота, которая ломает снаряжение. Темное пермантическое пламя, но... Он что, меня парировал или мне показалось? Гущ сожжен. Единственное, что не очень интересно здесь сделано, это анимация огня, скажем так. Ну вот поджег я сейчас этого зомби, что он же не загорелся, ни хрена ему, все равно. Так, драться с этой маржеподобной собакой я не буду, потому что без щита и нахер оно надо вообще. С нее ни черта не падает интересного. Ну раньше, по всякому случаю, не падало. Этих собак здесь две или три на весь уровень. То есть экзотический монстр, его только для коллекции убить. При этом моб казался раньше жутко сильным, я убивал его издалека из лука, чтобы не драться с ним, потому что здесь один неосторожный кувырок, и ты уже летишь вниз в темное нечто. Плюс здесь, конечно, лабиринты. О, что это такое за склад трупов? Наверное, в них эти вялые души или как там. Лабиринты здесь из вот этих вот мостов, сука, натяжных. Поэтому вот я сейчас был просто на расстоянии как будто вытянутой руки от дымной двери, но к этой двери идти еще на самом деле минут 15 просто петлять повсюду. Опять ароматная ветвь, но я уже забыл, собственно, нахрена она мне нужна была. Куда я хотел с ней попасть, я уже не помню. По-моему, льва какого-то разморозить. А, ключ взять, орнифекс выпустить, да. Пригодится. В некоторых глиняных кувшинах спрятан лут. Но лут, конечно, такой себе. Ничего суперценного, кроме доспехов Хавила на этом уровне, замечено не было. И то доспехи Хавила я уже не хочу носить, потому что они меня утомили морально и задрочили физически. Они абсолютно некрасивые. Из тяжелых доспехов они, наверное, самые, я не знаю, юмористические, наверное, потому что я уже говорил в комментах, что такое ощущение, как будто мамкины сковородки с кухней на себя понавешил, что-то идет, все бряцает, шатается. То есть в игре есть шмотки гораздо красивее, но при этом Хавил самый бронированный, и игрок, который выбрал путь тяжелого танка, вынужден носить это серое нечто. Может ли эта тварь скинуть меня вниз? Думаю, может. Здоровая зверюга, да? Выпьем за ее здоровье. Когда у тебя не целые жизни, в помойке я начинаю нервничать, потому что... Ну, хотя, в принципе, здесь... Вау, даже с мечом. Здесь, если не пройти за к ногу, надо же так перевести, сократить. Да-да-да, и вот началось самое невероятное дерьмо. Это ебучее отравление. Причем плевки выпускаются с такой силой, что чуть-чуть с ног не сбивают. Конечно же... Конечно же, куда же деться без вот этих, блядь, бичей, которые тут же стремятся напасть на тебя. Заебись просто. Мне даже не подойти к этим статуям, чтобы их разрушить. Статуи, конечно же, оживают. Они не одноразовые. Что самое прекрасное в них. Поэтому они жутко бесит. Но... Помойку, думаю, можно проходить поэтапно, если сдохнешь, то... Утешать себя тем, что ты зажег вот эти путевые огни, скажем так. И теперь, в принципе, лучше видишь, куда тебе идти. Я до сих пор точно не знаю весь лут, какой здесь есть. Но я уже сказал, что доспех Хавила, по-моему, это самое мощное, что я тут нашел. Но при этом подбирал я все равно не все, что мог, потому что здесь сраные лабиринты, блядь. Что-то внизу там где-то светилось, куда-то спускался в какие-то клоаки, там вообще подыхал. А, еще здесь есть странный... Странный моб, который большой, он как босс, но при этом он не атакует. Он абсолютно пассивная матка. Пчеломатка какая-то. И я ее убивал, а за это ни черта не дают. Это что за херня стоит? Ага. Вау. Теперь эта матка высрала какую-то пчелку. И я вижу, что сюда бегут бичи со всех щелей. А не засада ли это была? Это похоже на москитов из первой части. Маленьких, мерзких, сучих москитов. Так, внизу собака. Какие-то туши бескожные. И взрывающийся ушлепок, конечно же. Куда же без него. Видите, факел погас. И все, я уже на своем экране ни черта не вижу. Куда, чего, где там этот моб был? То есть абсолютная тьма начинается просто в двух метрах от персонажа. Уже просто темно так, как будто, я не знаю, он на дне какой-то впадины находится. А не стоит. А не стоит здесь. Видимость, как у водолаза в мутной воде. Вот что я хочу сказать, блядь. Это, конечно, не выкрутили. Видимо, теперь матка хоть и не атакует, но... Неустанно обсирается вот этими своими детенышами. Блядь. Нахер мне ядовитый мох, твою мать. Да кто? Блядь. Вообще, ядовитый мох надо было приберечь, потому что там на пути к гниющему, там просто... Там... Прежде чем дойти до гниющего, сам сгниешь от этой отравы. Бальзам из черной травы. Так, еще одна. А, нет, это не то место с дерьмобоссом. Я думаю, что вот раз я не буду убивать эту саранчу, мне интересно просто, может она что-то влияет. Большой щит с глаза. Вот это что-то новое. Большой щит с глаза. А. Хренота это все. Старый, старый щит. Который, по-моему, можно от молнии на сотку заточить. Не знаю, вот за... Вот большие щиты, за что не люблю, это за то, что у них удар, а не парирование. И этот удар я вообще не понимаю, нахера он нужен. Он слабый, он абсолютно недомажный. Он так, знаете, как по-пипиське ладошкой шлепнуть. Нахрена вообще не пойму. То есть я еще не видел ни в ПВП, никого не встречал. Не так, чтобы кто-то кого-то бил щитом зачем-то. Зачем тратить выносливость вообще на такой абсолютно галимый удар. Это вообще нелогично. Как нелогично и то, что у меня уже все, сломался мой меч. Вообще рано я потратил этот порошок, потому что здесь дальше проход закрыт ядовитым говном. В смысле ломающим экипировку. А вот сидит эта мандула. Написано, что друг впереди. Вот я сейчас задумался. Может быть, если я не убью ее. Впереди не будет так много ядовитых статуй. Я не знаю, как это связано. Мне кажется, что она производит яд. Вообще как въебет мне, блядь, по черепу. Нахуй, чтобы не ходил тут. Эээ, бля, она... Вот реально неприятно. Неприятно с ней рядом находиться. Ядовитый мох. Ядовитый мох. Обосраться. И что у нее там в жопе? Отличная дыра. Отличный юмор. И тут тоже. Да. Вся в дырах. Поджарить ей ебало. Смотрите, она на Жорика из чужого похожа. Пусть сидит, дымит за нее душ. Не дают такого прям бешеного количества. Все равно то, что она довольно в теле такая. Ее убийство вообще не доставляет никакого удовольствия, потому что она не сопротивляется. За этим дымом, по-моему, ничего не было. Встал босс. Босс встает, смотрите. Похудевший дымный рыцарь. Так. Да, здесь вот. Да, 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 да. Здесь вот можно спуститься. И внизу, как я говорил, лежат какие-то горы лута разного. Но ничего особо супер нужного. Странно, но главный герой захватил почему-то цель отсюда. Теперь он ее потерял. Как только я убрал свет. Забавно. Пошла ты. Ну, спуститься, что ли, посмотреть. Что там нового сделала. Лали. Пошла в жопу. Кольцо от яда вообще существует. Хоть где-то, хоть какое-то. Не знаю. Жалко, что вот он, когда горит, не вспыхивает. Было бы прикольно горящими трупами, падающими, проверять высоту. Видите, какие тут лазилки. Тут просто черт ногу сломит. Вообще хрен поймешь, как они это все проектировали. Блядь. Вот это въебал по-человечии. Говоришь вам, говоришь, что пердеть на зажигалку не смешно. Это опасно. Тебе непонятно, на что он здесь бздануть умудрился. Я же еще огонь им не принес. Оп. А вот и сундук. Интересно, что же в нем... Вот в первый раз я слезал просто вот в эту темноту, блин. И думал, ой, ну только бы не сдохнуть здесь. Только бы не сдохнуть. Скелет, скелет. А вы видели, сколько дамага он нанес? Половину того, что у меня было, снес. Я охуею, сейчас тут какой-нибудь преследователь вылезет. А он может, с него-то будет, блин. Туман тьмы. Заклинание это не то, что я хотел здесь найти. Тут сундук, да, был, кажется. Ловушка. Жаль, не мимик. Было бы тоже прикольно. Огромная дубина. Но я частенько видел людей с огромной дубиной. Сам с ней никогда не ходил. Но мне нравится, что у нее модификатор от силы А. В отличие от того же, по-моему, зубодракона, у которого всего лишь Д. Плюс она... Силы-то требует поменьше. Зачем-то она требует аж 4 ловкости. Чтобы, видимо, себе пальцы не отбить, когда будешь махать. Но у нее и урон при этом всего-то 180. Не знаю, насколько крутые от нее бонусы. Но навскидку даже алебарда Черного Рыцаря выглядит намного более выгодно и по статам, и вообще по всему. Так, рапира не то. Что у меня вообще есть интересного здесь? С и Д. Ну, блин, не знаю. Что все нашли в этом мече? Вот смотрите, насколько меньше весит меч Дранглика. И насколько у них похожий дамаг. Смотрите, 180-200. Да, блок, если ставить этим мечом двуручно, то неплохо. Но при этом, смотрите, что у меча Дранглика скейл от ловкости класса А. То есть, если я беру его в руки, у меня плюс 85 херак. А если это говно возьмут, у меня минус 32. Оно, я не знаю, исключительно ради деморализующего вида этого двуручного меча можно носить. Хотя я никогда в ПВП не видел людей с двуручным оружием, которые бы могли победить кого-нибудь с кинжалом. Я многих, многих обладателей огромных двуручных дрынов затрахал просто своим солнечным маленьким мечиком. Ох, у них, наверное, бомбило. Ой, бомбило. А это, собственно, проход дальше. А, тогда что же осталось наверху, интересно. Я, честно, плохо помню эту локацию. Ее, вообще, трудно хорошо запомнить, мне кажется, только если раз 300 тут пройти. Но, по-моему, что я помню, так это то, что если я сейчас сюда спрыгну, назад сюда я уже не подымусь. Потому что это уже проход к протухшему. То есть, к гниющему. Поэтому, хотелось бы еще немножко тут полазить, чтобы больше сюда вообще не возвращаться. И забыть просто, как страшный сон этот уровень. Потому что, ну, я думаю, что это последнее в моей жизни прохождение Dark Souls 2, слава богу. Видел, кстати, чувака, который до этого писал прохождение Dark Souls, первое издание. 110 или 120 серий со всеми DLC. Ну, то есть, блядь. То есть, то количество, за которое, ну, которое уже на канале внушает. Ну, почти Блэк Сильвер со своим Скайримом. И что вы думаете, вышло вот это переиздание, он снова его записывает. Не знаю, где берется такой зритель. О, куча навоза, классно. Который готов смотреть одно и то же по нескольку раз от одного и того же автора. Я не знаю. Наверное, это люди, зомбированные отечественными сериалами. Для кого-то же крутят улицу разбитых фонарей 825-й раз. Самое стрёмное, это было бы здесь сдохнуть, знаете. А что эта лестница обрывается? Типа, лезешь, лезешь и... Нет, спасибо. Вот у этого трупа разве не должен лут лежать? Что он здесь делает? Ой! Ой, костер за стеной! Ой! Ой-ой-ой! Тихо-тихо, пошла в жопу! Ай, я твою мать! Кстати, удобно, что факелом можно разбивать всё это говно, и он вроде как не ломается. Пошла нахуй! Да, сучка, да! Починим снаряжение. Тут, ну, мобы оживут, да, но здесь мобов, они что-то не заселили новых. Как были эти беспонтовые... Беспонтовые дрищи тут, которые ни хрена тебе... Ну, вот эти, в трусах, они же что, они умираются на ударах. Это не враги, ни хрена, никого не напугаешь тем, что они оживут. Но оживут, что ещё, блин, не знаю, 10 ударов, все умрут. Я что-то не понимаю, где я видел вдалеке дымную дверь здесь. Я знаю, что здесь есть какой-то поворот, который позволяет вернуться к первому костру, но с другой стороны что-то там подобрать. Но я его просто тупо сейчас не вижу. Я думаю, что когда найду этот заветный ключ от брони Хавилла, но я за ней, в принципе, не хотел лезть. Но второй маршрут можно будет на крайняк поискать тогда. В кого главный герой сейчас прицелился, я не знаю. Зачем? Не знаю. Я выбрал себе цель, до которой километр вместо той, которая стоит прямо перед ним. Опять короткая лестница. Это, видимо, своего рода ловушка местная, с которой будешь слезать и помрёшь. Гнилая смола. Что это? Зачем это? Да, чё сразу сюда не пошёл? Ни хрена... Ни хрена ценного всё равно не подобрал. Что сейчас скелеты-то ебашут? Они быстро дохнут, но и сами втаскивают, дай боже. Они как те люди, которые в трусах с двуручником бегают. Те тоже и сами втащить могут, и сдохнуть сами могут. Высота. Ароматная ветвь. Да. То ароматной ветви вообще хер найдёшь, то теперь они вот они повсюду прям. можно, не знаю, ликвидировать последствия нашествия Медузы Гаргоны на Древнюю Грецию. И вот этот самый, сука, свино... Блядь, адский уровень за время моего первого прохождения этой игры ничего сложнее, чем вот здесь, я, по-моему, не видел. Этот гниющий, которого я убил с двадцатого раза, потому что, блядь, первые десять раз я тут просто дойти даже не мог из-за поганых, сука, сраных статуй. Но количество пятен крови, как бы, говорит само... само за себя, что... Не просто так все эти люди здесь окочурились. Аж какого хера это говно наше? Зачем он мне нужен? Да, нет, яда ничего нет. Ни хера ничего нет. Плюс тут спрятан... спрятано... много интересного. Например, спрятан твой второй помощник, который здесь... Ну, компьютерных фантомов здесь, оказывается, может призывать два. Я видел только тупого лучника, который сам же и дох всю жизнь. И здесь еще Лукотиэль, по-моему, но она где-то снычкована. Плюс спрятан второй костер. Более близкий, чем вот этот. Который тоже надо было пойти, да пойти, да пойти. Сука, пойди, да найди, блядь, попробуй. Да, конечно же, отравление. Пошло ты в жопу. Мастер-класс по убийству водяных пиздюков, которые ты вылезаешь. Тоже покажу. Это... Правда, мне здесь нужны были огненные стрелы, чтобы было совсем профессионально. Ты стреляешь огненной стрелой в это болото, оно вспыхивает. И вот эта глиста, ее, блядь, сгорало. Похоже на пятерню. У которой в ладони мечта анониста. Видите, пятерня с влагалищем, блядь, встроенным. Видите, вторая тоже, вон, сдохла. Не знаю, от чего, но сдохла. Вообще, концентрация секретов тут зашкаливает, потому что здесь же еще два гиганта внизу под боссом ходят. Чего они тут, блядь, понатыкали своих секретов, непонятно. Блядь, без факела тут ходить, конечно, вообще труба, ни хера не вижу. Чего? Куда? Вижу только зеленые пятна, по ним ориентируюсь. Но это только чтобы вниз не улететь, они помогут. Кстати, сюда ключками фороса в эти дупла не вставляются, какие-то они странные. Главное не перепутать, зажечь факел и присесть к костру, потому что если все эти куколки, блядь, снова отстроятся, я, наверное, ебнусь. Пошла ты нахуй. Задал бы. Ну посмотрите просто на вот это безобразие, сколько здесь вот этих вот, блядь, плюющихся херовин стоит. Кстати, если это говно, которое там живет в этом озере, вас хватит, это, по-моему, ваншот. На новой игре плюс так точно ваншот. Сейчас пока не уверен, но думаю, что тоже будет неприятно. Скорее всего, сдохнет. Шотел. Большое волшебное оружие. Причем, смотрите, я прошел целый уровень, всю помойку, да, и всего лишь сколько я душ наковырял на данный момент. Там даже 10 тысяч набирается. То есть уровень темный, уровень стрёмный, но ни хера ничем не заселён. Шотел это кривой кинжал, по-моему, да? Да, вот. Не шотел, блядь, на шампур. Зато от ловкости А. Я смотрю, эта игра прям не определилась с назначением ловкости. У неё от ловкости зависит больше оружия, чем от силы. Это лук, кинжал, почему-то некоторые алебарды, некоторые двуручные мечи тоже требуют ловкого обращения. Кстати, из этих вот рук анонистических падают, как падает какой-то прикольный лут. Ой, да, червяк из дюны выбился. Обломок, обломки титанита падают, да. Это очень неплохая вещь. Блядь, как же ты меня заебла. Моё кольцо просто здесь бомбардировки устраивает, это я погляжу. Червя лучше бить у основания, он тогда вообще ничего не может сделать. Честно говоря, враг крайне тупой. Беспонтовый. А мне интересно, на красивый череп кто-нибудь сагрится? Да уж, кинул так кинул, блядь. Давай, членчик. Не было такого случая, чтобы вот этот червяк меня убил или сбросил. Я как-то как первый раз сюда пришёл случайно. Случайно вот так на него нарвался у основания. Он, он даже мне, я даже не знаю, сколько дамага он наносит, потому что он ни разу не умудрился его нанести. Крайне неудачный моб. Он нужен только, чтобы зазевавшихся вниз сталкивать, больше ни для чего. Сколько здесь теперь магии валяется. На каждом шагу прям заклинание падает. блядь. Он почти ваншот. Почему-то у меня включена не аптечка, блядь, нож метательный. Откуда-то он здесь взялся, я же зачистил. И как будто всего этого дерьма было мало, ещё и куда вторгся. древнее кольцо солнца сломалось, печально. Опять хуй с двуручником, ёб твою мать. Нет, 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 ёб твою мать. Надо ли говорить, что раньше тут никто не вторгался? Да-да-да, пошла в жопу. Нет, блядь. Да ну на тебя нахуй. Даже место-то для битвы с ним не выбрать, потому что тут плюются, тут, блядь, вылезают какие-то сука уроды. Дитя леса, блядь. Маугли, ёбаный. Лучший способ убить фантома это его заспамить. Чем он, блядь, бьёт? Мясницкий нож, по-моему, да, и назывался? Или с кого-то мясника падало это огло, бля, ёбаная. Тюк нахер по башке и пошёл нахер насюду. Говнорожий хуеплёт. Это и так чертовски сложное место, особенно если ты первый раз играешь. А если учесть, что здесь за человеческую фигурку заставляют с фантомом ебашиться, то вообще, блин, бред. Ну вот внизу кто-то любезно написал надпись туда, где надо падать гигантом, когда я играл. Надписи там никакой не было. Её вдруг посмотрел на Вики, то, что можно туда упасть, как и то, что здесь есть второй костёр, по-моему. плохо видно без факела, где, в каких лужах сидят черви. По-моему, пока что ни в каких. А я стоял и думал, если шевельнусь, плюнут или нет. Блядь. Конечно же, ароматная ветвь. Конечно же. Конечно же, посреди дороги, блядь, надо стоять. Ёб твою мать, а. Хочешь, чтобы, блядь, импотенция пробрала, нахуй, этого разработчика, блядь, который делает вот такую хуйню, блядь. Сука, кое-как дошёл, блядь, тут стоит какое-то говно, которое, блядь, окаменело, нахуй, его надо разморозить, блядь, за тобой погоня, нахуй. Ключками, да в очко себе свой ключками, нахуй, мужик. Вы, разработчик наделал столько мест с этими ключами Фороса, столько дверей, столько ключей накидал, но забыл разложить там хоть что-нибудь кайфовое, блин, за этими дверями. Единственная стоящая вещь, это кольцо Кларанти в начале игры, в начале игры, больше ничего ценного, больше ничего ценного нельзя добить, добыть, вставив этот сраный ключ-камень, на мой взгляд. Долбанное кольцо, этот сука еще скисло среди дороги. Прожди-ка. По-моему, я могу прокачать свою тачку. 157, 157, кусок титанита, все, мой меч стал плюс 10. Итак, меч найденный в ци игры, заточенный миллионным заточек, теперь имеет 157, да, бонусы, конечно, громадные, ничего не скажешь. Интересно, если его на огонь второй раз, или нельзя его на огонь. Ну-ка, минуточку. Я же, по-моему, что-то с ним делал, еще он у меня вообще прям жопоразрывательный был. тусклый уголь. Excuse me. Да, на уголь нельзя. На огонь, то есть, переделать на что-то другое можно. Да, очень странно, что они не убрали этот меч. Так и лежит он в начале игры. Упрощая в разы просто прохождение, как лещит, по моему мнению. То есть, от начала до... На новой игре, на обычной, от начала до конца это одно из лучших оружий. Кто бы там как не любил свои эти двуручные оглобли. Ну, маленькие мечики частенько частенько тоже жгут. Слышь, дитя, блядь, леса, нахуй, ты заёб уже меня. Ебукиньте, блядь. Куль второй раз с ним драться опять. Или что, он тут каждый раз теперь будет вылезать? Мне нравится, что он сам зашёл в огонь и горит там. Это лучшее, что он может сделать. И биться с ним нужно ещё в окружении этих... кучи этих блядских рук, конечно же. Чтоб жизнь малиной не казалась. Она есть и так, ей правда никак. Единственное, что хочу сказать, то что я вообще-то к нему уже повернулся лицом, но он подошёл и меня развернул из-за бэкстабила. Очень классный пацан и охуевший дух. Я ещё не видел, чтобы в одном месте дух после убийства, если это, конечно, не этот королевский маг Навлан, который там всю игру вас потом будет преследовать, если его выпустить. Я вот ещё не видел, чтобы такой вот сраный дух обычный вторгался, блядь, по нескольку раз в одну... Но здесь место-то примечательное, оно пиздатое, здесь одно удовольствие играть, поэтому... Причём бы здесь и не наставить этой хуеты вообще не нужной. То есть, как будто мало того, что здесь эти руки, блядь, лужи, яд, пусть тут ещё этот, блядь, дитя леса ебантяй, блядь, ходит. О, весело, блядь. Почему-то он убрал щит за спину, я бы нанёс удар, но удар прошёл сквозь него. Да. Больше этот костёр игру не упрощает, я так понимаю. скажем спасибо, блядь, дитю леса ёбаному. Я нихуя не понимаю. В этот раз он даже, даже лута не оставил. Видимо, он нужен здесь, оставил. Он нужен здесь для того, чтобы подорвать, блядь, запас аптечек перед боссом. Просто это единственный смысл его жизни, как я понимаю. Поджигай, блядь, какой ты кривой, Огненные стрелы, по-моему, в железной цитадели продают, до туда ещё дойти надо. Огненное кольцо под угрозой поломки. Хорошо. Денег, блядь, на ремонт этого говна, он не напасёшься, смотрю. Ответный выпад усиливает. Дерьмо, 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 блядь, даже заменить тебя нечем. Да. Что-то с кольцами у меня на этом прохождении конкретная залупа. Их просто нет, не найти. Ну. Здесь главное сука пидрила не поджечь лужу, блядь, пизда, сундуку. Каким-то хуем, блядь, я всё-таки задел эту ёбаную лужу, блядь, и пизда. Даже, и теперь мы никогда не узнаем, что лежало в том сундуке, потому что остаётся только мусор. А, разработчик молодец. Чё ж не похвалить-то? Всё, нахуй, короче, на стопи сделал мне тут лазить. Где-то здесь ещё что-то лежит, что-то очень нужное, крайне прикольное, но пошло оно нахуй. Ненавижу. Там место, ненавижу, блядь, помойку. Всё нахуй, что с ней связано, тоже ненавижу. Просто, блядь, лютое дерьмо здесь уворачиваться от этих ссаных плевков, блядь, с этим ёбаным духом сражаться, ещё эти, высматривать, где-то в темноте эти руки ебучие. Двух гигантов, кстати, внизу в темноте убивал всегда из лука, только спамил их, потому что, блядь, там темно, как в жопе щит не взять, их сразу двое, они сильны, их победить практически, по-моему, невозможно, в честную. Вот местный главный членосос, которого я сейчас, наверное, убью тоже раз с десятого, потому что я не помню, что он там делает, а атаки у него массовые, это просто жесть. Он, он круглый, как пень трухлявый, быстро крутится вокруг себя. Лучник здесь, который можно призвать на помощь, ведёт себя неадекватно, запрыгивается в лужу с огнём и там подыхает. Щит, конечно, первой же атакой сбрасывает. Видите, какие у него размашистые удары, ударища. Да-да-да, я кувыркнулся, но он всё равно меня схватил и откручивает мне голову, да? О, это тайский массаж. Я его пробовал убивать из лука, ещё из чего-то. Заебись. Знаете, хоть удар престижа там нанесу, блядь. Это, блядь, этот босс, это пиздец для меня, я это, блядь, это мой бич нахуй вечный, походу. Я просто нихуя не понимаю, как, блядь, уворачиваться от этих, блядь, матросских замахов, которые бьют, блядь, на 180 градусов вокруг себя, блядь. Дали бы ему, не знаю, сразу булаву, блядь, чтобы он над головой у себя крутил. Как хули, блядь, ножичек-то этот, саны, блядь. Давай, выходи, блядь, дух леса, что ли. Пошли нахуй, блядь, заебали. Как будто есть человек, который тут будет каждый раз пробираться, продираться, что-то осторожничать. По-моему, блядь, полечился, нахуй. Любого заебет этот яд, как и этот босс, блядь, как он попадает, хуй его, поймешь, блядь. Феноменальная дальность атаки, феноменальная, блядь. Да, хватает он тоже заебись. Все, все, все в нем прекрасно. Вот, если вот до этого момента все боссы были говно. На самом деле, он очень классно убивается магом. Отбежал, блядь, пульнул, нахуй. Он, он медленно ходит, это единственный его минус, блядь. Да, 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 помню, помню, что третья атака имеет почти стопроцентное попадание. Но при этом отбежал, полечился, с этим никаких проблем нет. Можешь в него бомбы покидать, там, не знаю, издалека, если купил. Да, а можешь просто, блядь, и сдохнуть с двух ударов. отлично, я просто, я не ебу, почему я не успеваю вернуться, его кулак как-то вниз летит слишком резко. в общем-то он стал бить мимо куда-то. пердёж, да, очень важный, важный, очень важная атака. Я вспомнил, как я его убивал, я до трусов раздевался и бегал, по-моему, вокруг него, чтобы было быстро. здесь важно находиться под мышкой во время его замахов и, блядь, вовремя нажимать на ворот тоже неплохая идея. Но я думаю, вы заметили, что арена битвы, блядь, с этой сранью тоже весьма неудобная. Бегать от него можно не везде по кругу, только, только ровно в центре можно вокруг него бегать. Блядь, сука, смена оружия. Бегать вокруг него и не попадать в эти озера горящие. Да, ну, походу, ему пиздоферсом настал. Пошел нахер, блядь, ублюдок. Терпеть тебя не могу, всю жизнь тебя ненавижу. Великая душа. Ну, это душа бога Нита из первого дарка. бога загробной жизни. Если можно называть его богом. Да. Как прекрасно это было. Важно, главное, сюда не призывать тупого фантома-лучника и вообще не брать компьютерных NPC-помощников, потому что они тут сливаются, намеренно, стоя в костер, за каждого признанного союзника ваш собственный дамаг, естественно, уменьшается. Поэтому, блин, призвал союзника, он сдох через минуту и начинаешь ковырять зубочисткой этого босса. Осколок фляги здесь, по-моему. Нечто окаменевшее и два фемиама каким-то каких-то, блядь. Чё это нахуй? И здесь же вход в ДЛЦ. Кто-то сказал, что теперь ДЛЦ на ключи закрыта, что-то незаметно. Вообще-то, чё это подрагивало? Вообще-то, здесь должен был этот появиться Алдия. Хуялдия. Который новый босс переиздания, открывающий альтернативную концовку. Но чё-то его не видать. На этом уровень с помойкой закончен. Слава яйцам просто, слава всем. Продолжение будет уже, естественно, в следующей серии, так что что-нибудь нажмите. Что-нибудь напишите. И адьё.